Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс. Настал май, а это значит, что пора узнать, какие игры по голоду нам будут доступны в этом месяце. Не забывайте поддерживать этот видос лайком и подписываться на канал. И да, чё там по голоду? А по голоду в этом месяце у нас следующие игры. V-Rally 4, Warhammer 40 000 Inquisition Mученик, Sensible World of Soccer и Overlord 2. И давайте по порядку. Первой игрой в мае по подписке становится продолжение знаменитых раллевых гонок V-Rally 4. Кстати, по-моему, гоночки стали постоянным гостем в раздаче по голоду, но да ладно. Игра вышла в 2018 году, спустя 16 лет после выхода третьей части, и получилась она довольно-таки средней. Проект имеет неплохую графику, неплохую физику поведения машин, довольно простой режим карьеры, который, к сожалению, не имеет чувства некого гоночного драйва, и, пожалуй, единственное, за что можно хвалить эту игру, так это за очень живые трассы. Пожалуй, им уделили очень большое внимание, поскольку кроме них в игре особо восхищаться нечем. Модели и поведение машин тоже не довели до идеальных копий, а в мультиплеере игроков даже во время старта игры было, к сожалению, немного. Но зато в игре есть возможность поиграть вдвоем на раздельном экране, так скажем, хоть что-то хорошее. Если вы фанат ралли и реально разбираетесь в этом виде гонок, то игра вам не особо понравится, и многие бы в этом случае посоветовали бы поиграть в нечто подобное из этого жанра, но обычным пользователям для галочки в свою коллекцию игр по голду такая игрушка сойдет. Вряд ли вы, конечно, проведете в ней много времени, поскольку есть Форза, но все же. Следующей игрой становится Warhammer 40 000 Инквизиция Мученик. Игра тоже 2018 года и тоже средняя. Представляет собой экшен-РПГ в немало известной вселенной. Главный персонаж, которого вы должны создать и в конечном итоге прокачать, является одним из членов могущественной организации под названием Инквизиция. И в его роли вам предстоит расследовать таинственное исчезновение одного из древних крепостей монастырей космического корабля Мученика. В игре присутствует три класса персонажа, это Крестоносец, Ассасин и Псайкер. И в принципе, при его создании каждый выбирает то, что ему ближе всего по душе и идет в бой. Если что, игра сохранила в себе атмосферу прошлых частей, используя пафосные речи в диалогах, оружие, снаряжение, локации и самое главное, стилистику всего этого. Но несмотря на эти плюсы, есть и минусы. Игру ругают за плохую техническую составляющую. Говорят, что она дико забагована. И если вы вдруг в нее уже играли, то в комментариях напишите, так ли это. На то реально непонятно, может быть она только на ПК лагает. В целом, для любителей таких игр, появление этой части в подписке, ну, довольно неплохой бонус. Ну а от следующей игры абсолютно все должны остаться в восторге. Поскольку в подписку добавили сногсшибательный футбольный симулятор под названием Sensible World of Soccer. В игре вас ждет невероятный графон, мега реалистичная физика полета мяча, точные копии футболистов, огромное количество финтов, да впрочем и все, что должно быть в лучшем футбольном симуляторе 2021 года. Никакая FIFA и никакой Pro Evolution Soccer и рядом не стояли с этим прекрасным футбольным симулятором. Да вы просто посмотрите, какая здесь динамика, какая реалистичность. Вы можете, конечно, мне не поверить, но справа это игра, а не реальный футбольный матч. На самом деле, не понимая, почему сейчас игры не могут быть похожи на те игры, которые были во времена Xbox 360. Короче, игруха будет доступна с 1 по 15 мая и если вы любите футбол, то вы будете просто в шоке от этой игры. Ну просто лучшая игра в раздаче в этом месяце. Ну и последней игрой в этом списке становится Overlord 2. Да, это, конечно, не такая игруха, как предыдущая, но о ней все равно придется рассказать. В игре вам предстоит играть за повелителя, который в подчинении имеет неких миньонов. За счет них вы можете буянить, побеждать врагов и многое другое. Если, грубо говоря, то миньоны это ваша сила. Не смотря на то, что игра визуально выглядит сурово и мрачно, по факту она с юмором. И во второй части этой игры вас ждут оригинальные миссии, прикольная атмосфера и, возможно, в каких-то местах интересная подача смысла игры. Если вдруг кто-то в свое время кайфовал от данной серии, то напишите об этом в комментариях. В общем, такая вот раздача в мае, обязательно пишите мнение о ней. Лично я не поражен, в то же время не расстроен, поскольку, наверное, уже привык к таким раздачам. И ничего, собственно, такого я от них уже не жду. Единственная игра, в которую я, наверное, с этой раздачей бы поиграл, так это реально футбольный симулятор. Мне он реально понравился. На этом, в принципе, все. Если понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно пиши свое мнение в комментариях. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok